Музыка Последние приготовления перед выходом на паркет. Родители поправляют детям прически и костюмы, а наставники напоминают о ровной осанке и улыбке. Музыка Музыка Маленькие танцоры восторжены. На паркете специальный гость соревнований Ирина Сукач. 36-летняя женщина в инвалидной коляске с детства. Бальными танцами занялась 4 года назад. Для этого из Харьковской области переехала в Славянск. Там открыли школу танцев для колясочников. Это моя мечта детства. Я с детства мечтала танцевать. Это когда танцует душа. Во-первых, ты совершенствовалась. Как девушка, как личность, как женщина. Чувствую себя красивой. Несмотря на то, что танцуют полжизни, 10-летний Сергей Заварза не скрывает волнения перед выходом на паркет. Признается, любимый танец – румба. Стройный, высокий, сильный и умный. Таким в глазах Сережи должен быть бальный танцор. Ну, чтобы повести партнершу правильно, не врезаться никуда. И чтобы партнерша была жива, как и вышла на паркет, и чтобы ушла тоже. Судьи оценивают не только технику, но и харизму танцоров, подачу и умение привлечь к себе внимание. Но и новички, и те, кто на паркете не первый год, за победой не гонятся. Они отказались от медалей и кубков. Своим творчеством танцоры хотят поддержать тех, кто вернулся из передовой раненым. Поэтому вход на мероприятие платный. Для зрителей 30 гривен, а для участников 50. Вырученные средства передадут в военный госпиталь. На деньги от благотворительных соревнований «Твори добро» волонтеры купят аппараты внешней фиксации. Их применяют при огнестрельных переломах рук и ног. Такие спицы помогут военным быстрее выздороветь. На аппарате стоимость около 5000 гривен. Это зависит от того, на что его накладывают. На предплечье, на плечо. Это нам чуть дешевле. На бедро самый дорогой может быть до 8 тысяч. Те люди, которые работают на этом турнире, и судьи, и оргкомитет, они отказались от получения какой-либо зарплаты. Благотворительные соревнования организаторы планируют проводить каждый месяц. Поддерживают беженцев и раненых военных, также харьковские актеры и музыканты. Они играют спектакли и дают концерты. Материально помогают тем, кто пострадал от войны, а украинцев подбадривают. Это одно из тех мероприятий, которые мы проводим для того, чтобы все мы почувствовали себя сильными. Потому что, как я бы говорил, иногда искусство бьет сильнее, чем пули, пролетающие мимо. Мы понимаем, что сейчас достаточно хиста, грань между войной и миром. Мы не можем сказать, что сейчас есть мир в Украине. Но высказываем в такой способ свое желание достигать этого мира. Конечно, не ценной втраты Украины. Творческие коллективы Харьковщины и оркестр филармонии, и только украинские песни. Так артисты выразили свое отношение к происходящему в стране и призвали людей объединиться. Люди искусства не устают учить новые аккорды, танцевальные связки и за кулисами повторять текст. Потому что уверены, творчество даже во время войны – сильное оружие. Марина Ступак, Евгений Педин и Алексей Жучков. Объектив неделя.